Сколько россияне тратят на бензин? Больше всего россиян 42% тратят на бензин в месяц свыше 4000 рублей. Фото. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства Автостад, проведя онлайн-опрос российских автомобилистов. Примерно каждый пятый, 20,6%, ежемесячно выделяет из своего бюджета на топливо от 3 до 4 тысяч рублей, а почти каждый шестой, 17,2%, от 2 до 3 тысяч рублей. Стоимость бензина по итогам года вырастет максимум на уровень инфляции. Более чем у 15% траты на бензин укладываются в сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Самая малочисленная категория около 5% тратит в месяц на заправку автомобиля менее 1000 рублей. По словам ведущего аналитика агентства Михаила Кулиша, если отталкиваться от расходов на бензин, то в среднем в день хватит на 20 километров пробега. Учитывая расстояние крупных городов, то 20 километров это лишь половина или даже треть ежедневного пути, если человек едет из пригорода, от дома до работы. Например, у автора этих строк расстояние от дома до работы примерно 40 километров. В обе стороны получается уже 80 километров. При расходе топлива не слишком экономичного автомобиля ежедневно приходится выкладывать из кошелька не менее 400 рублей. Если умножать эти траты на количество только рабочих дней, то получается более 8000 рублей на бензин. Расходы на общественный транспорт, если не пользоваться такси и электричками повышенной комфортности, в месяц окажутся на порядок ниже, названы российские регионы с наиболее доступным бензином. По словам известного автомобильного эксперта, партнера агентства «Автостад» Игоря Маржарета, россияне стали меньше пользоваться личным автотранспортом в ежедневном режиме, как это было раньше. Шутка, но с большой долей правды, наши люди в булочную на машине уже не ездят, готовят эксперт. Дело не только в дорожающем бензине. В крупных городах все больше распространяется платная парковка. Если нет офисного паркинга с бесплатным режимом или фиксированной платой, то на улице на целый день оставлять машину очень накладно. А искать якобы бесплатные места опасно. Всегда есть вероятность, что там их найдет эвакуатор и увезет на штрафную стоянку. Это станет еще дороже, чем ежедневные поездки.